Бурятская филармония Бурятская филармония Бурятская филармония Но проект «Голос Бурятии» уникален в своем роде Бурятская филармония 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 Песня «Под ракетой зелёю юной, Казак раненый лежал, Прилетела птица воюран, Начал каркать над кустом их, Над ем веса чаюрный воюран, Чуя лакомый кусок, Ты не каркай чаюрный воюран. Дарима Линхавоин, Чингис Ратнаев, Мадагма Даржиева, Елена Барахитова и Павел Карелов. Жюри «Голоса Бурятии» – это известные в республике люди и настоящие профессионалы своего дела. Неудивительно, что участники конкурса переживали, но выкладывались по полной. Ведь на кону приз – бесплатное обучение в Колледже искусств «Артсмедиа» в Южной Корее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо. Мне очень понравилась Ляна, понравилась песня Кристины Агилера. Она прозвучала совершенно по-другому, действительно своя интерпретация у тебя. Тембр очень интересный для 17 лет, я думаю. Но тем не менее, уже взрослое какое-то исполнение, уже впетая песня и очень хорошая импровизация голосом. Мне понравилось. Я говорю «да». Да, тембр очень интересный для 17 лет. А паспорт с собой есть? Здорово спели. Да, да. Да, опять же повторюсь, что тембр очень индивидуальный, особенно для вашего возраста. Индивидуально вы спели как бы эту песню своей интерпретации, но те мелочи, те мелизмы более филиграннее надо петь, более точно, мне так кажется. Но я говорю «да». Участница под номером 61 – Касаткина Лиана. Лиана, ты прошла во второй отборочный тур. Жюри было единогласное? Да, они все согласились принять единогласное решение. А в следующем туре какую песню ты будешь исполнять? Еще не знаю, но думаю насчет Уитни Хьюстон или чего-то необычного. Жюри сказали, что надо подобрать песню, которая будет не совсем на слуху. То есть, ты не думаешь взять что-нибудь такое экспрессивное, чтобы это было живо? Возможно. Кто за тебя болеет? Моя мама, она сейчас здесь. А как вообще относятся твои родственники к тому, что ты хочешь петь, заниматься музыкой? Они все очень рады, они все меня поддерживают, каждый день звонят и спрашивают. Кстати, ты можешь передать привет родственникам. Всем большой привет. Мама, папа, я вас очень люблю. Спасибо вам за все. Тебе большое спасибо, что ты пришла, что ты не побоялась, приняла участие. Я тебе желаю удачи, ты просто молодец. Стиль и имидж ведущих в салон красоты УПС. А также стилист, модельер и дизайнер Игорь Сарапулов. Но кому-то везло меньше. Расскажите, пожалуйста, ваши эмоции и ваши ощущения. Ну, перегорел, наверное. Ну, это волнение. В общем, я первый раз публично пел и, возможно, не справился с волнением. Ну и, наверное, еще повлияло то, что вы выходили первым номером. Нет, я думаю, что это, наоборот, легче. Быть первым всегда легче, чем последним. Когда ждешь, очень тяжело. Что вам сказала жюри вердикт? Ну, сказали через год. Многие конкурсанты пришли в национальных костюмах. Скажи, пожалуйста, Дандок, с какой песней ты выступил? Я выступил с народной песней «Алтаргана», наша бурятская народная песня. Я знаю, что тебе 16 лет, ты самый юный, ты не прошел. Ну, скажи, пожалуйста, как долго ты готовился и какие сейчас у тебя эмоции? Эмоции мне удовлетворяют, потому что мне сказали, надо готовиться к следующим конкурсам, чтобы я обрел потенциал, чтобы я поработал над своими ошибками и чтобы на следующий год пришел и чтобы хорошо спел. Мне сказали так. Я очень рад, что выступал на большом сцене. Ну, приятно было. Рискнуть и пройти во второй тур. Такое, пожалуй, можно было сказать практически про всех участников конкурса «Голос Бурятии». В первый день отборочного тура из 69 участников во второй тур прошли 49. Я пела свою песню, название которой «Бурятия». И музыка, и слова писала сама. Ну, вот, как бы аранжировать я не умею, поэтому аранжировал Виктор Стаский. Мой хороший друг, коллега. А чего песня? О родине, о нашей прекрасной Бурятии, о наших равнинах, красивых просторах. Я, если честно говоря, поддержать своего соседа, Сашу Казакова, который живет этажом ниже, я просто этажом выше. Просто он оказался, получилось так, что он один. И я вот тоже дала согласие на заявку. То есть, получается, вы пришли просто поддержать вашего друга? Да. И в итоге прошли сами? Да. Поздравляем вас. Спасибо. Из чего складываются оценки жюри? В первую очередь, это вокальные способности. Но не стоит забывать и про сценический образ. Очень красивое платье. Я шокирован. Мы с Пашей просто обалдели. Для артиста очень важно иметь свой стиль, свой имидж и свое лицо. Ну, я вижу, что над своим стилем вы очень хорошо поработали. Работали именно вы или кто-то как-то продумал ваш наряд и ваш образ? Как бы эскиз я сам делал, а шили на заказ. А шил, если не секрет, кто? Ну, получается, мои тети. А еще немного вопросов по поводу вашей одежды. Вот такие вот у вас колючки. Это напоминает немного Леди Гагу. Слушаете ли вы Леди Гагу? Да, иногда бывает, слушаю. Ну, а еще раз пожелаю вам удачи в следующем туре. Успехов! Спасибо. Три тура конкурса, финал которого пройдет в марте в Театре оперы и балета. Ошеломительные призы и незабываемые впечатления. Голос Бурятии? Такого еще не было. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Больше ничего не придумал. Спасибо. Всем желаю радости и счастья. Жене жилер, тандей, ау, маршал на ба. Генеральный партнер конкурса – образовательный центр «Полиглот». Открывайте мир вместе с «Полиглотом». Программы по образованию со рубежом. Возможность получения стипендии. Языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. «Полиглот» 211385. «Полиглот» 211385. Страсти накалились во второй день отборочного тура. Участница под номером 98 – Батуева Роза. Роза, расскажи, пожалуйста, жюри были объективны или все-таки тебя засудили? Объективны. Ты считаешь, что ты подготовилась не очень хорошо? Ну да. Роза, мы тебе желаем удачи, не расстраивайся. На самом деле ты большая молодец, что пришла, ты сделала первый шаг. Все будет хорошо, так что не переживай. Хорошо? Ура. Второй день, так же, как и первый, был богат талантами. Ой, ты степь широкая, степь раздольная, широко ты, матушка, протянулась. Ой, да не степной орел поднимается. Ой, да то донской казак разгуляется. Спасибо, Рома. У-у-у-у! Не ту тональную зелку. А я вам сказал. Вот чин. О, это круто. Рома, скажи, у тебя в кого такие музыкальные данные? Папа, мама? Ну, именно на тот момент, во время конкурса, когда мы сидели, прямо именно там, да, вот были такие искры, имеются в виду участники, которые очень неплохо себя показали, показали, что у них есть неплохой потенциал для того, чтобы претендовать на высокие места, на какие-то, да, вот, при, так скажем, лидеры. Они есть, да, их, но они такие, это все условно на самом деле, это всего лишь первый тур, и вполне возможно, что с правильным подбором репертуара того же, да, вот, о чем я только что говорил, те участники, которые вот очень средне выступили, они, так скажем, себя проявят, себя покажут во втором и, ну, и, дай бог, в третьем туре. Поэтому не возьмусь там прямо утверждать, что вот, о, да, есть там один товарищ там или одна там участница, которая, вот она явный лидер, ну, нет, явного лидера нет. Очень интересно было наблюдать, как молодежь, ну, лет 20, молодежь, она, очень юные участники, они исполняли песни далеких лет, то есть песни Муслима Магомайова, например. Моя мелодия Моя мелодия Моя мелодия Я твой преданный Орфей Дни, что нами пройдены Помня цвет нежности твоей Все, как дым растаяла Голос твой теряется вдали Что тебя заставило Забыть мелодию любви Репертуар участников был разнообразным. Конкурсанты пели на русском, бурятском, корейском, монгольском и тувинском языках. Не забыли и про песни на английском, французском и итальянском. Ведь по правилам конкурса можно петь на любом языке мира. Санта-Лючия 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 Ах ты, Русь моя, песня новая, задушевная и привольная. Ах ты, Русь моя, песня новая, задушевная и привольная. Около ста конкурсантов во второй день испытали свою судьбу. Мнения жюри не всегда были однозначными. Сегодня я вам скажу нет, чтобы вас маленько простимулировать. Так что вот, учитесь еще. Спасибо. Ну а я бы дала шанс БРМе выступить на втором туре уже с музыкальным сопровождением. Вот, и я говорю свою да. Спасибо. Так, я вот, так, БРМа, я хочу сказать, что, да, такое исполнение, вот этот буря и натиск, который вы, значит, имеете у вас, у вас это есть, он должен быть такой, знаете, глубокий, должен быть очень, как бы сказать, плюс-плюс-плюс. А когда вот идет такой буря, да, натиск идет, да, а там где-то минусы, чуть-чуть минусы, очень сильно коробит. И, ну, но все равно вы мне очень понравились. И вот я думаю, что вы проходите на второй тур. Второй тур конкурса стартует 10 и 11 февраля в концертном зале филармонии. А имя победителя станет известно 14 марта на главной сцене республики. Смотри и не пропусти, твой голос услышит вся Бурятия. Открывайте мир вместе с Полиглотом. Программы по образованию за рубежом. Возможность получения стипендии. Языковые курсы разных уровней. Учи языки и получай стипендию. Полиглот 211385. Продолжение следует...